Транспорт будущего. Поезда, которые летают со скоростью ракеты. Китайская корпорация презентовала публике свою последнюю разработку. Это прототип поезда на магнитной подушке. В пути его скорость может достигать безумные по сегодняшним меркам 600 километров в час. Завершить все испытания планируется в 2021 году. Это действительно можно назвать полетом по земле, так как между поездом и поверхностью земли образуется зазор в 10 миллиметров. Могу сказать, что на маршрутах протяженностью порядка полутора тысяч километров это будет самый быстрый способ передвижения. Китай наряду с Японией лидер сферы высокоскоростного транспорта. 430 километров в час. С такой скоростью летают поезда по просторам Поднебесной уже сейчас. В КНР, кроме того, самая протяженная сеть высокоскоростных магистралей в мире. С партнера по БРИКС с недавних пор берет пример и Индия. В 2019-м из Дели в Варанасе запустили поезд «Привет, Индия». Учитывая плачевное состояние железных дорог страны, события крайне важные. Не случайно первый состав отправился в путь с благословения премьер-министра на рендер-моде. Скорость нового поезда по-настоящему высокой назвать трудно. Она составляет всего 160 километров в час. Но это ведь только начало. В Индии уже начали строить полноценную высокоскоростную магистраль. Вчера в России отметили день железнодорожника. Лучшее время, чтобы узнать, как обстоят дела с транспортом будущего и в нашей стране. А у нас высокоскоростные дороги пока только в планах. Первая современная ветка может быть построена на участке между Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас самым скоростным поездом считается Сапсан. Он развивает скорость до 250 километров в час. Но мог бы при условии хорошего железнодорожного покрытия и все 350. Высокоскоростное движение во всем мире, начиная с 1960-х годов, Японии, идет по пути сооружения специализированных новых линий. Фактически это позволило вывести железнодорожный транспорт благодаря таким линиям на новый технологический уровень. И в данном коридоре также необходима новая полностью изолированная линия для нужд высокоскоростных пассажирских перевозок для скоростей движения 350-400 километров в час. В РЖД уже представили концепт отечественного поезда будущего. Он сможет разгоняться до 400 километров в час. В этом случае до Казани, например, можно будет добраться почти за три часа. Магистраль в столицу Татарстана – это второй крупный проект по развитию высокоскоростного транспорта в нашей стране. И линия Москва-Казань, безусловно, тоже является важным направлением в сфере развития высокоскоростных перевозок, поскольку позволит сократить время нахождения пассажиров более чем в три раза и повысить провозную способность в восточном коридоре. Прокатиться на новых поездах россияне смогут только через пять лет. Наладить их выпуск в РЖД планируют к 2024 году. На середину следующего десятилетия запланирована и активная фаза строительства высокоскоростных дорог. Субтитры создавал DimaTorzok